Ну что, всем привет, дорогие друзья, с вами История 36, меня зовут Андрей Житков, и мы сегодня с вами смотрим на 292-й подряд целлаут в Чикаго Стадиум, где местные Чикаго Булз принимают Фениксанс. И это не просто так игра, это финал Национальной Баскетбольной Ассоциации, игра под номером 3, 1993 год, и с вами комментаторы 36-й студии, меня зовут Андрей Житков, и мой коллега Сергей Рогов. Сергей, приветствую тебя. Да, приветствую, друзья, привет, Андрей. У нас первый матч в Чикаго, финальная серия 1993 года, и стартовые составы. Начинаем с гостей. Фениксанс. Стартовая пятерка выглядит следующим образом. Сейчас тогда будем симметрично все делать с северо-минградской коллегой. Да, как раз они нам сейчас тоже их всех представят, так что давай подождем. Да. Ну что, поехали. Изоберна, 198 сантиметров ростом, Чарльз Баркли. И его любят. Колледж Аклахома Стейт, 6 футов, 7 дюймов роста. Ричард Дюмас, новичок. В центре, 208 сантиметров из Олд Доминиона, Марк Вест. 198 сантиметров, центральный Мичиган, Дэн Марли. Разыгрывающий, 185 сантиметров, из Калифорнии, Кевин Джонсон, тренер Пол Вестфолл. Ну и ждем, конечно, представление Чикаго Буллс. Давай скажем, что Чикаго Буллс к этому моменту выигрывает 2-0. Выиграли они обе игры в Фениксе. Ну и приветствие местных быков. Это всегда феерично. Да, и что интересно, и Феникс Санс, и Чикаго Буллс используют одну и ту же мелодию для представления стартового состава. А теперь стартовый состав чемпионов Ассоциации Чикаго Буллс. Из Кремсона, Рос-208, Хорос Грэнд. Прямо из центрального Арканзаса, который воспитал нам форварда Скотти Пиппен. В центре мужик из Сан-Франциско, Билл Картрайт. Рос-188, вырос он в Айове, научился играть там же, разыгрывающий Биджей Армстронг. Из Северной Каролины. Рос-198, защита Майкл Джордан. Тренер Буллс, Фил Джексон. Ну что, представили мы легендарные составы Феникс Санс и Чикаго Буллс. Феникс Санс отступать совершенно некуда. Две игры на своем домашнем паркете они проиграли. И сегодня, конечно же, постараются зацепить игру в Чикаго. Им нужно выигрывать две игры здесь, в Чикаго. Поскольку формат проведения финалов Национальной Баскетбольной Ассоциации, две игры в Фениксе был, потом три в Чикаго. И теперь, ну, соответственно, три в Чикаго, а потом две, если понадобятся в Фениксе. Так что Чикаго Буллс могут, на самом деле, выиграть только одну игру у себя на домашнем паркете. Но понятно, что они не хотят возвращаться в Феникс. Они хотят решить все здесь. Сегодня они могут повезти в серии со счетом 3-0, если выиграют у себя дома на баскетбольном паркете Чикаго Стадиум. Надо учесть, что 8 матчей подряд Чикаго Буллс не проигрывает здесь в Чикаго Стадиум во время плей-офф. Да, конечно же, под завязку Чикаго Стадиума. Ну и давай представим тоже важных действующих лиц. Обслуживают этот матч судьи Дик Бовета, Даррел Гарридсон и Майк Мэттис. Твой любимый Дик Бовета сегодня. Да, обожаю Дика Бовета. Кстати, обожает его и Чарльз Баркли. Но их любовь особенная чуть позже разродится. А пока Чарльз Баркли, как игрок Национальной баскетбольной ассоциации, постарается с Диком Бовета не спорить. Потому что Дик не любит, когда с ним спорят. Кевин Джонсон, одна из знаковых личностей в составе Феникс Санс. Человек, который провалил первые две игры. Дэн Марли тоже нельзя сказать, что успешно выступил. Были отличные отрезки от Дэна Марли. Но в общем и целом и Марли, и Кевина Джонсона не хватало. Бэккорд Феникс Санс. Как они сегодня сыграют? От этого во многом будет зависеть успех Феникс Санс в игре под номером 3. Да, согласен полностью. Кевин Джонсон 11 очков в первом матче и 4 всего лишь очка. Причем отфалился. Кевин Джонсон не доиграл до конца в матче номер 2. Это не то, что нужно для Феникс Санс. Посмотрим. Был перерыв, чтобы вот эти вот мысли все провернуть через себя. Послушать тренера. Посмотреть записи матчей. Возможно, Кевин Джонсон сделает какие-либо выводы. И мы посмотрим совершенно другого разыгрывающего. Ну, у нас такие вот будут вставочки баскетбольные. I love this game. Это знаменитая реклама, которая многим до сих пор, как сказать, напоминает что ли о баскетболе. Да, является частью этого самого баскетбола. Так что, друзья, давайте посмотрим за вот этими роликами замечательными, которые НБА готовит специально для поклонников этой игры. Пока эти ролики идут, я напомню о том, что вы можете поддерживать. Нам бы хотелось, чтобы вы поддерживали нашу сегодняшнюю трансляцию и матчи Chicago Bulls и Phoenix Suns с помощью Donation Alerts. Ссылка в правом нижнем углу. Также кликабельная ссылка Donation Alerts есть прямо в тексте над трансляцией на стене 36-й студии. Также задавайте свои вопросы, пишите свои мнения в чате этой игры. И мы с удовольствием с вами по ходу этой встречи пообщаемся. Ну что, небольшая пауза и мы уже стартуем. Да, ну и хочется добавить то, что мне возбраняется ставить лайки и репостить эту трансляцию. Да, кстати, напишите по уровню звука, все ли окей у нас со звуком. Пока у нас реклама идет, но длинная такая заставочка. Это, кстати, из исторических матчей Greatest Game. Вот эти вот матчи национальная баскетбольная ассоциация специально готовила. И я должен сказать, что, наверное, игра под номером 3 этой финальной серии. Ну так просто, да? В пробросик сразу же, наверное, одна из самых легендарных именно в этой серии. Так что, дорогие друзья, готовьтесь сегодня к отличной борьбе. Не воспримите это как спойлер. Ну, похоже, возвращаемся на паркет в Чикаго Стадион. Поехали! И, конечно же, крупный план сразу же на Кевине Джонсоне. От него очень многое зависит. Ну что, Уэст и Гартрейд. Стартовые вбрасывания. И баскетболисты Чикаго Буллс с мячом. Стартовую пятерку Буллс мы представили. Стартовую пятерку Санс также представили. Так что сразу же в игру окунемся. Хоррес Грант с мячом. Из-под 45 чуть дальше пошел. Отдал передачу на Скотти Пиппана. Скотти Пиппан решил сразу же средний бросок реализовать. Не забил. И Чарльз Баркли забирает подбор. Вот и здесь сразу же перехватом отметились Буллс. Второе. У них владение сразу же с начала игры. Картрайт смело. Бросок не достигает цели. На подборе, конечно же, Чарльз Баркли. Чарльз очень... Да, да. Различные исторические вставочки у нас еще будут по ходу игры. И вот что хотел отметить. Нам как раз сейчас сообщили, что в 68-м году утвердили то, что будет команда Феникс Санс национальный баскетбольный. Ассоциации тоже немножко истории сегодня будем рассказывать. Тем временем передача и два очка от Дюмаса. Да. А Сергей продолжает свою мысль, свою синтез. Дюмас снова начинает очень активно. Мы помним его очень крутой старт в матче номер два, где он набрал восемь очков. Увы, для поклонников этого баскетболиста восемь очков и остались после финальной сирены. А так вообще, знаешь, по-моему, и матч номер два тоже легендарный. Там Джордан и Баркли устроили настоящую дуэль. Оба настреляли по 42 очка. Но за успехами этих двух первых звезд мы забыли про то, что у Скотти Пиппена в матче номер два случился трипл-дабл. 12 подборов, 12 передач и 15 очков. Вот так вот Скотти Пиппен в обеих играх доказывает, что он один из главных игроков этой серии, безусловно. Тем временем перехват от Феникс Санс. Дэн Марли трехочковый. Сразу попытка забить, но Дэн Марли страдает в этой серии. Тем, что не забивает трехочковый. Довольно много мажет Дэн Марли, согласись, из-за других в этой серии. Знаешь, и много мажет. И в первом матче совершенно не пытался пользоваться своим оружием. Но все равно какой-то прогресс виден. В матче номер два он забил три трехочковых из восьми попыток. Джордан хороший средний. Кстати, Джордан, у него очень хорошие были позиции трехочковых бросков. Два из двух. Баркли три. Может, умеет, умеет Чарльз Баркли трешки бросать. Мы это знаем. Чарльз Баркли самый разносторонний. Ну, один из самых разносторонних игроков Национальной баскетбольной ассоциации. 7-2. Феникс Санс впереди. Сказали нам статистику, что всего лишь 9 минут из общих, там, 90 с лишним минут лидировали в этой серии Феникс Санс. Это очень мало, конечно, одну десятую времени. Всего лишь. Конечно, Фениксу нужно из этой ямы выбираться в этой встрече. 7-4. В пользу команды из Феникса. Чарльз Баркли пытается открыться. Джонсон передачу отдает на Дюмаса. И Дюмас сверху два очка. Здорово. Дюмас начинает. Отклился от Скотти Пиппина. И воткнул очередные два очка. Здесь считаемый пас. Перехват. И Дюмас. Еще один сверху. Удачный начал для Фениксса. Да, 11-4. Феникс Санс стартовали. И ты знаешь, любопытную вещь я заметил. Сейчас давай посмотрим в этой атаке Чикаго Буллс. Кевин Джонсон держит Майкла Джордана. Дюмас держит Биджей Армстронга. А Скотти Пиппина прихватил Дэн Марли. Вот такой вот разменчик от Пола Вестфол. Интересное решение. Пиппин средний. И мяч заходит, но уже с помощью добивания от Майкла Джордана. Почему это решение, мне кажется, созрело? Потому что Дэн Марли не справляется совершенно с Майклом Джорданом. Решили попробовать Кевина Джонсона. Кевин Джонсон в проходе забивает два очка. Ну и плюс Чикаго надо будет размениваться тоже. Понятное дело, что если быстрой атаки будет Феникс проводить, то тот же самый Биджей Армстронг должен будет перестраиваться на Кевина Джонсона с нападения в защиту. Не всегда будет успевать за быстрым Кевином Джонсоном, который, если будет разгонять быстрой атаки, в транзишене может пробовать без Биджей Армстронга так же быстрого их завершать. Посмотрим, как это сыграет, в пользу Феникссанса или нет. Уэст пока что разворачивается, бьет и оказывается точен через карты. Да, хорошо. Почти все летит у Феникссанс в самом начале. 13-8 преимущества. 4 минуты сыграно. Бултс в атаке. Хоррис Грант. 24 очка во втором матче. Сейчас пока не смотрел на кольцо. Пипен пытается уйти из-под Марли. Бросать не дают. И фол фиксирует судью. Ну вот, как раз Дэн Марли был на Скотте Пипане. Наверное, Марли должно быть поспокойнее держать этого самого Скотте Пипана. Не знаю, посмотрим. Но Скотте опять же в двух играх показал... Пипен в порядке в этом плей-офф. Да, вот я как раз хотел сказать, что он показал в двух матчах потрясающий баскетбол. Здорово забрал Пипен. И не дали ему добить. Хороший блокшот поставил Марк Вест. Марк Вест, кстати, сыграл всего лишь 8 минут во втором матче. Ну, не попадает он пока вот в двух матчах, уже сыгранных в этой серии. Абсолютно он был незаметен. Гораздо лучше действует, во-первых, Картрайт, который сейчас забил свои очки. И если рассматривать запасного Оливера Миллера, он в полном порядке вышел в первом матче со скамейки, заменив Марка Веста и сразу же продемонстрировал то, что ему надо давать больше времени. Он будет помогать команде. Быстрый отрыв от Чикаго. И не забивает Хоррес Грант. Это его очки были. Чарльз Баркли смог забрать все-таки мяч. Чарльз Баркли на дриблинге и будет спешить. Пошел влево под 45. Оказался против... Против кого он там оказался? Против Хорреса Гранта. Один в один его оставили. Изоляцию для Чарльза Баркли. Он резко разворачивается. Уходит к Хорресу Гранта под Скотти Пиппена. И, похоже, Скотти Пиппен против него нарушает правила. Да, подстраховал сейчас Скотти Пиппен. Но вроде бы мяч заблокировал. Но было это с фолом. Да. Локоть коснулся кисти Баркли. Пробиванный фол. Ну и еще одна небольшая пауза. Это значит, что мы в этих паузах можем заходить в чат, читать ваши сообщения, общаться с вами. Так что давайте общаться. Пишите в чате. Сегодня у нас будет много времени для того, чтобы с вами перипетии этой серии обсудить. А может быть чего-то другого, что вас интересует. Не забывайте поддерживать нас с помощью Donation Alerts, дорогие друзья. Donation Alerts.com. Ссылка в правом нижнем углу вашего экрана. Если поддержите нас через Donation Alerts, то сумма вашей поддержки, ваши сообщения и ваш ник появятся у нас на экране. Ну и как говорил мой коллега, не забывайте ставить лайки и делиться этим видео. Так, быстренько давай в чат зайду. Посмотрю, что у нас в чате. Андрей и Сергей, отличного вечера. Желает нам Василий Голубятников. Спасибо большое, Василий. Спасибо за трансляцию, пишет Тимур Бахитов. И вам спасибо, Тимур. Можете чуть тише интершум, а то англо-комментатор затемнеет. Окей, сделаем потише. Хорошо. Мне казалось, что у нас все нормально вроде без интершума. Я думаю, что у нас, знаешь, вот эти вставочки рекламные чуть громче звучат. Вставочки громче, да, потому что они идут не с 93-го года. Это по ощущениям год, наверное, 2006-2007. Просто не хотелось бы, чтобы у нас совсем мертвый интершум был, когда мы вернемся в игру. Ну, напишите по интершуму именно самой игры, дорогие друзья. А не по этим вставочкам. Ну, пока небольшая пауза, тогда дождемся возобновления игры и вернемся. Ну, что, возвращаемся? Да, у нас исполнял сейчас штрафной Ричард Дюмас, 21-й номер. Я так понимаю, что это у нас монтажные моменты. Подрезали, да? Да, от наших американских коллег. Ничего страшного. Я думаю, что такие подрезанные моменты будут. Все-таки игра очень содержательная, прямо скажем, получилась. Но об этом чуть позже. Давайте на нее смотреть. Билл Картрид забивает. Нам интересно, какой счет. Сколько у нас времени украли наши американские друзья-монтажники. Ну, вроде они озвучили, что сейчас середина первой четверти должна идти. Да, и счет 15-12 в пользу Феникса. Ну, буквально пару атак вырезали. Здесь Баркли пытается из-под счета. И снова Пиппин играет очень здорово против Баркли. В угол дал Армстронг. Три. Да. Очень важное попадание для Биджи Армстронга в матче номер два. Ни разу трехочковый он не запулел. Да, очень важно, чтобы Биджи забивал оттуда. Это и его точка абсолютно точно. 15-14 становится счет. Изоляция у Дэна Марлин. Но туда уже помогает ему Марк Уэст. Передача, правда, через другую часть площадки. Решили зайти в Феникс Санс. Но мяч ушел от баскетболистов Чикаго Боллс. Дюмас был с мячом, а нам показывают, как Чарльз Баркли оказался под кольцом. И Скотти Пиппин смог его накрыть в этом эпизоде. Баркли против Гранта теряет мяч Баркли. И закончилось там еще и время на атаку Санс. То есть два раза у Чикаго мяч оказался. Пол Вестфолл понимает, что сейчас Чикаго начинает приближаться к его команде. Хотя старт был явно за Феникс Санс. Ну и посмотрим, как дальше будет складываться игра. Тем более, что у Буллс замена. Вот Скотт Уильямс появляется на паркете. Да, Скотт Уильямс очень заметен в этой серии. В первом матче забрал 10 подборов. Во втором матче получил 36 минут игрового времени. Две передачи, три блокшота, девять очков. Майкл Джордан по-прежнему против Кейджи играет. Отдает передачу в угол. Оттуда Биджи сразу не бросает. Улучшает себе позицию. Бросил в итоге средний. Не забил мидрэндж. Биджи Армстронг и Чикаго Буллс уже в защите. А Чарльз Баркли забрал подбор очередной. Джонсон. Средний бросок. Мимо. Борьба за подбор. Мяч был у Майкла Джордана. Но похоже, что Уэст выбивал у Майкла Джордана. Или все-таки Майкл просто не догнал мяч. Похоже, просто не догнал, а мяч у Феникс Санс останется. Уходит у нас Форрес Грант и Билл Картрайт. Большие стартовые пятерки Буллс. Ну, в принципе, оба были заметны. Хорошо действовали, набирали очки. Сейчас посмотрим, как Баркли справится с откутом Уилсома. В дабл-тим попал. Отдал сейчас мяч Баркли. И Марк Вест не забивает. Но есть Ричард Дюмас. Отличный подбор и атака с добиванием. Что-то хорошо играет Дюмас. Да, вот смотри, третью игру, и мы его выделяем в начале встреч. Джордан трешку, точно, да. Майкл Джордан разбросался вообще в этой серии. Хотя, в общем и целом, мы говорили как-то с тобой по поводу того, что у Майкла не самая лучшая статистика за карьеру трехочковых. Но вот в этой серии просто палит с большим удовольствием. А здесь уронили Би-Джи Армстронга. Да, врезался он в Марка Веста и просто, как подкошенный, он рухнул на паркет. Еще, понимаешь, было слышно даже нам. Что же там случилось? Просто не заметил Марка Веста. Похоже, да. Похоже, не заметил. Марк Вест нам показал интересную статистику с сезона 87-88 года. По сезону 93-94 Марк Вест не пропустил ни одной игры в Национальной баскетбольной ассоциации. Ну, а это Скотти Пиппен, средний, точно. Смело Джонсон полье сразу на двух больших. И в итоге двое больших рухнулись в столкновение Джонсона и дали фолл в атаке Кевину. Сколько там Кевин Джонсон весит? Слушай, в ночь стояли на ногах. Килограмм 80? Ну, здесь за 200 стояло. Ну да, интересно. Такое впечатление, что он был шаром для боулинга, а не кеглями. Тем временем еще два очка от Би-Джи Армстронга. Хорош пока Би-Джи Армстронг в начале этой встречи. И сразу же прихватывает Кевина Джонсона. Слушай, ну вот вернусь к этому эпизоду. Да, он 200 килограмм подвинул, но они все стояли на ногах. Так что это здорово сыграла защита босса. Я бы так сказал. Они очень хотели упасть. И они это сделали. Дэн Марли. Они не пытались выстоять, это факт. Да. Дэн Марли бросает средний и забивает. Пока равный баскетбол. 21 на 19. Плюс 2 Чикаго ведет. Скотти Пиппен бросает. Точно. Хорош. Скотти последние два броска. Точно. И все подготовленные со средней дистанции. Не теряет форму Скотти Пиппен. За Баркли заиграли. Баркли. Сразу два больших перед ним вырастают. И Кинг, и Уильямс. Баркли бросает. Не забивает. И какая борьба там на паркете. Значит, пока главные действующие лица у Санс. Понятное дело, Баркли. А у Чикаго снова Скотти Пиппен. Везде успевает. Да, Скотти Пиппен и забивает, и обороняется. Блокшоты ставит. Борется за мяч. Хорош, конечно, Скотти Пиппен. 23.19. Еще один тайм-аут. 2.52 до окончания первой четверти. И у нас очередная рекламная вставочка от Национальной баскетбольной ассоциации. Вот Василий Голубятников пишет, что в рамках этой передачи на Виосаде во время карантина очень много матчей показали. Ну, охотно верю, в Виосад, впрочем, не смотрю. У меня его просто нет. На моем ТВ. Тебя, наверное, с удовольствием досмотрел. Я, в принципе, знаю, что там есть ряд очень неплохих комментаторов. В общем, мне всегда нравилось слушать игры Шестопалова. Большой привет ребятам с Виосадом. Они хорошие профессионалы. Так, ну, давай, наверное, напомним еще раз про Донейшн Аллерс. Может, забыли у нас наши подписчики? Пока поддержки не было, друзья. Не забывайте про Донейшн Аллерс. Поддерживайте нас. Для нас это очень важно. Это очень важно для Майкла Джордана, для Скотти Пиппена. Тимир Вудсу большое спасибо. Таймер Вудсу. Спасибо, парни. Подпись Тимур. Спасибо тебе большое, Тимур, за поддержку. Тимур нас поддерживает. Ну, так же, как Тимур, вы можете поддержать нашу трансляцию. И Зомби побежит с вашим ником, и с вашей суммой поддержки, и с вашим сообщением. Также пишите в чате, давайте общаться сегодня, потому что, я говорю, у нас много таких вот пауз будет, в которые мы можем много чего интересного обсуждать. Спорно все-таки дали. Пиппен против Дюмаса. Конечно же, Пиппен выиграл мяч. Очередной плюс поставим Скотти Пиппену. У него уже этих плюсиков, я скажу, вагон и маленькая тележка. Это все за первую четверть. Очень заметен. Очень заметен. И знаешь, вот можно быть заметным, да, но еще вопросы к эффективности. У Пиппена оба компонента в полном порядке. Борется за мяч баскетболиста Чикаго, и он уходит от баскетболиста Феникса. А тут интересную статистику дали. Вообще-то Чикаго там на серьезном рывке 13-2, по-моему, если я ничего не путаю, нам показали за последние минуты. В общем, серьезно опять. И это все в тот момент, когда Майкл трешку забил, потом немножко замолчал. А в это время Скотти Пиппен раскрылся, как лидер команды, да и Биджей забивал. В общем, не Майклом единым, да, давай так откровенно скажем. Майкл, конечно, хороший в этой серии. Он лучший игрок, пока Чикаго был. Но его партнеры и его поддержка тоже блестяще действуют в этой серии. Да, согласен полностью. Майкл Джордан за эту серию, за полные сыгранные два матча, выдает среднюю статистику в 36 очков. 9,5 подборов и 7 передач. Майкл с разворота. Ух! Это без комментариев, что называется. Это МДжей. Ну что, посмотрим за ответом Феникса. В принципе, преимущество есть у Чикаго, но еще ничего не потеряно. Оливера Миллера заигрывает. Он вернулся за... как обокрали сейчас. И кто? Конечно же, Майкл. В легкой тренировочной форме сейчас он забросил мяч сверху. Не может поверить Дэн Марли, что Майкл Джордан это сделал. Ему еще пришлось за Майклом Джорданом пробежаться. Но он отстал от него на метров 8-9, наверное. И при этом все равно с трудом дышал там. Уже даже и не задумываясь, по-моему, переходить в нападение. В нападение, впрочем, Феникс отличился. Майкл начинает свой отрезок. Ну, слушай, он в огне просто. Но он и не остывал вообще. Чикаго Стэддиум, наверное, просто там огнеупорным каким-то составом обработан. Потому что 33-й с 23-м отжигают так, что ух. Ну, смотри, Кевин Джонсон, когда был против Майкла Джордана, Майкл забивал, но, по-моему, так вот не наслаждался всем тем, что он делает. Понимаешь? Против Дэна Марли совсем другая история. Такое впечатление, что Майклу просто нравится издеваться над Дэном Марли. Хорошая была траектория броска у Баркли, но не зашел мяч. В итоге из борьбы уходит. Мяч все-таки остается за владением Санс. Из-за лицевой будет водить мяч Думас. Ждет, кто там откроется. Открывается Кевин Джонсон. Джонсон из угла через Чарльза Баркли. Баркли передачу скидывает на партнера. Тот залез, это Думас был под двоих. В итоге мяч ушел все-таки от Майкла Джордана. Майкл Джордан ведь в этой серии не только атакует, он еще защищается, как сумасшедший абсолютно. Это факт. Армстонг отправляет попить водички. Выходит Джон Пэксом. Ты смотри, как приветствует Биджа Армстонга публика. Тоже прекрасно понимает, да, значимость этого баскетболиста. Ну, конечно, можно сказать, это главный исполнитель трехочковых в том составе Чехов Боллс. Кевин Джонсон, пора набирать очки. Но он сегодня уже отличался, впрочем, как всегда, он буксует в этом плане. Но сейчас поставили его на линию штрафных, и он попробует два забить. Марк Вест вернется на паркет, но, судя по всему, вместо Миллера они постоянно друг друга эротируют. Да, у Миллера не пошло. Он явно скомфужен тем, что у него, как конфетку у ребенка, забрал мяч Майкл Джордан. Это даже нечестно, мне кажется, было, знаешь, так. Миллер разворачивается, идет Майкл Джордан, вылетает, как пробка из бутылки шампанского. И уносится в быстрый отрыв. Миллер обескуражен был после этого эпизода, и явно был не в своей тарелке после этого. Ну что, последняя минута, Джордан с мячом, 23-29, Чикаго, первая четверть на Пексона. Щупает он мяч, пытается разыграть на 45 Джордану, а Джордан идет в краску. Отдал пас на Пипина, а тот не ждал. Правда, мяч, я так понял, останется. Буллс? Ну, вот Майкл говорит, что там кто-то из игроков Феникс Санс все-таки мяч сейчас задел. Кажется, это Думас был, но, похоже, не поверил ему арбитр. Давай еще раз посмотрим. Вообще-то касание было, причем даже дважды, мне кажется, от игроков Феникс Санс. Смотри, 25-й номер, Миллер, сдвоенный центр сейчас играет у Санс, Миллер и Уэст. Да, я сказал, что Уэст, наверное, заменит Миллера, но Уэст Фолла, смотри, другие идеи. Вообще, он много сегодня интересных, перспективных, мне кажется, идей использовал в первой четверти. Посмотрим, действительно, как они сработают. Здорово отклеился, надо забивать. Надо забивать, но есть подбор от Оливера Миллера и первые его два очка. 20 секунд до окончания первой четверти. Скотти Пипан под 45 влево пришел. Скотти против Большого оказался. Скотти Пипан в проходе против Марка Уэста пошел, но Марк Уэста вообще-то побольше. И был там стык, но в итоге, неужели фолл дают Скотти Пипану? Непонятное решение от Пипана. Еще оставалось владение. 12 секунд до конца первой четверти. Можно было потянуть, завершить четверть своей атакой. Ты знаешь, фолл нападение ведь дали. Да, странно видеть такое решение от Скотти Пипана, к которому не было никаких вопросов до этого момента. Последние секунды первой четверти. Дэни Эйндж появился на паркете. Бросок точный от Джонсона. 4 секунды остается до окончания. Перехват. Марли. Отличный пас сверху. Дюмас. Ты представляешь, 4 очка они набирают секунды за 4. За 3, наверное, да? Ужасная концовка для Чикаго Буллса. Очень хорошая для Феникс Санс. Ну что, Феникс Санс жирную точку первой четверти ставит. И, кстати, Бену Марли тут можно отдать должное, да, за этот эпизод. Марли не выключился из борьбы. В концовке первой четверти. Перехватил мяч и отдал на Думаса. Ну а дальше уже Думас взлетел над кольцо. Плохой пас. Плохой пас от Скотта Уильямса тоже, как к игроку скамейки. К нему до этого момента особо не было вопросов по всей серии. Делал все, что мог. Но сейчас, конечно же, он такую классную ложку большую меда подкинул своему сопернику в концовке первой четверти. Небольшая пауза у нас. Давайте после этой рекламной ставочки от NBA TV вернемся. NBA TV is all day. All night. All game. All highlights. NBA TV is your all-access channel for everything basketball. qué люди, как вы, как вы, как вы, как вы, как�. I don't stop. I don't stop. Hon Продолжение следует... 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 Чемберс тем временем. Чемберс проходит. Чемберс бросает средний. И оказывается, это очень хорош он, Чемберс, во второй игре подряд. Да, вот такие вот вещи он умеет делать. И эти вещи очень нужны сейчас для Санс. В угол. И... да неужели? Что, заступил или что там? Или пробежка? Что дали сейчас с арбитрами? Не совсем я понял их решение. Фулл в атаке, по-моему. Фулл в атаке даже дали. Да, Хоррес Грант недоволен. Ну, давай сравним Чарльза Баркли и Хорреса Гранта. Ну, да, по фоллам, конечно, у Хорреса Гранта все плохо. Три фола, и это значит, что он будет достаточно серьезно лимитирован. Но он очень важный игрок для своей команды. Но вот смотри, у Чарльза Баркли 4 очка и 5 подборов. 4 очка это явно не то, что должен Чарльз Баркли иметь. Ну, примерно к середине второй четверти. Но если вспоминать первую четверть, то очень хорошо против него взаимодействовал Скотти Пиппин. И нам сейчас делали такой акцент на очень плотно замотанный правый локоть. Я так понимаю, что у него там лед. То есть, видимо, серьезный какой-то ушиб, травма какая-то у Чарльза Баркли. Тем временем, Том Чемберл во втором матче, помнишь, во второй половине очень хлестко так столкнулся со своим же игроком на чужом щите. И упал навзничь на паркет. Очень гримасу такой болезнью он показал миру. Том Чемберс забивает еще один средний бросок. Нам напомнили, что Том Чемберс в 87-м году стал MVP матча всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации. Майкл Джордан в проходе не забивает. Уэст забирает подбор. Средний не заходит. Марли сам забрал. Дэнни Эйндж против Джордана. Хорошо развернулся в краску и не забил Вэст. Есть вторая попытка. Скотти Пиппин очередной фолл. На пятке оправданный фолл. Там Марк Вэст мог спокойно ложить два очка. Ты веришь в это. Посмотри, он не приподнял мяч. Дело даже не в том, что не смеслили фолл. Дело в том, что он просто немножко не рассчитал траекторию и снизу вверх двинул мяч в дужку. Да, но бывают всякие. Слушай, даже легенды. Даже с легендами такая история происходит. Марк Вэст пока что бросает штрафной и забивает первый штрафной. Марк Вэст. Еще один штрафной. Другая. Совершенно другая игра у Марка Вэста. А по сравнению с матчем номер два, напомню, всего лишь восемь минут он провел. Двумя подборами отметился. И больше ничем Марк Вэста вообще не появлялся. Хотя никаких повреждений он в начале матча не получал. Оливер Миллер переигрывал, выходя со скамейки его по всем статьям. Поэтому получил, по сути, время стартово. Скотти Пиппен борьба с Марли и... Будет спорный, я так понимаю. Хотя мне кажется, что Скотти Пиппен чуть голову с мячом не перепутал. Голову Дэна Марли. Тем не менее будет спорный. Фил Джексон. Непонятно, переживает он или он абсолютно спокоен. Такое совершенно непонятное лицо у Фила Джексона, по которому невозможно ничего прочитать. Марли против Скотти Пиппена. Спорный. Скотти Пиппен, конечно, повыше и сбрасывает мяч он своему партнеру в руки. Но после этого фолл Дэни Эндж. Нет, против Дэни Энджа. У нас там появился Даррел Уокер. Игрок, который не появлялся пока в этой серии. Видимо, он сейчас отсекал Дэни Энджа. Ты понял, за что дали это персональное замечание. Примерно такая же история была в предыдущей игре, когда там в защите отсекали... Скотти Пиппен, по-моему, кого-то отсекал. Я сейчас уже не вспомню. Чарльза Баркли. Тем временем проход Кевина Джонсона жестко опрокидывает его за лицевую. Он врезается буквально в паркет. И теперь уже потеря у Феникса. Это фолл нападения Кевина Джонсона. Ему вообще не дают проходить. Ты понимаешь, под кольцо ставят ему вот эту вот стенку из игроков. Они не двигаются, стоят и ждут, когда он в них врежется. Это было так с двумя большими. Сейчас Скотти Пиппен подставился. А сейчас еще и картридж забивает сверху. Картридж, господи, картридж. Я говорил, картридж. Ну это 90-е, да. Там были картриджи. Ну что, тем интереснее. Мяч не держится в руках у Дэна Мадлина. Он справляет своим волнением. Кстати, Дэни Эндж снова мощно вышел со скамейки. У него очень сильный матч был под номером 2. А, 20 очков. Картридж и фолл. Картридж нарушил, да? Да. Хотелось бы добавить про Эндж, да, пока есть время вот этих вот статистических выкладок. Он еще и отметился тремя точными бросками с дуги из четырех попыток. Джонсон пока с мячом. Кевин Джонсон, ну, был не бросковый фолл, поэтому начинают из-за боковой баскетболисты Феникса. И вот впервые, наверное, что такое сумасшедшее делает Кевин Джонсон. В чем он, в общем, обычно был замечен в игре Феникс Санс. Но ему такие вещи не позволяли. Чикаго был в первых двух играх, но сейчас он забил. Очень, кстати, непростой бросок. Скотти Пиппена затолкали, Денейдж постарался. Да, Денейдж добавил жесткости Санс. И знаешь, тоже вот Кевин Джонсон классный, конечно, забил. И воспользовался заслоном через пивот, джампер с разворота на 360. Хорошая траектория. Такого, конечно, бы почаще и побольше от Кевина Джонсона. Глядишь, и Санс вернет серию обратно Феникс. Давай быстренько в чат зайдем, посмотрим, что у нас в чате происходит. Если у нас какие-то вопросы и сообщения, может быть, интересные. Тем более, вот такие паузы дают нам подобную возможность. Так. Василий Голубятников пишет. Сейчас увидел Пиппена на коленях. Вспомнил, как горит кожа на коленях, когда достаешь мяч в игре. Доставая его из аута. В то время, когда они играли эти матчи, у нас свои финалы были в спортзале соседней школы. Школы, вспоминает Василий. То есть, что вспомнить, да, про те годы. Я уже про картридж вспомнил. Наверное, у меня была NBA какая-нибудь. Я думаю, что я играл, наверное. Но больше помню, почему это N-Hale-овский картридж. У меня была Sega. У тебя, кстати, было что-нибудь? Sega Super Nintendo? Да, конечно. Первым делом, как только у меня появилась Sega Mega Drive, но это было, по-моему, в 2000-х уже. В общем, все очень плохо. Никакой оперативности. Как раз первой игрой была у меня, по-моему, в 2006-2007. Я помню, там Митч Ричман был нарисован. А я почему-то считал, но я тогда не знал, да, кто это. Я почему-то думал. А я думал, что Джордан по 23-м играет, а как он по 2-м. Дорогие друзья, вы пишите, вспоминайте 90-е. Была ли у вас Sega, может быть, Dendy, может быть, Super Nintendo? Играли ли вы в NBA Live или в какие-то другие спортивные игры? Просто ради интереса. Давайте повспоминаем сегодня. Так, Муса Хайрулин пишет. Некоторые люди говорят, что Санс был самым слабым соперником для Чикаго. Я так не думаю. Ваше мнение? Ну, давай с Мусой вместе порассуждаем, Сергей. Ну, опять, я не считаю, что они были самыми слабыми. Чарльз Баркли был в абсолютном пике формы. Просто и баскетбол показывал. И в сезоне, и уже в плей-офф. У них очень сложно все началось с Лос-Анджелес-Виккерс. Если рассматривать вот как раз утверждение нашего подписчика, то, наверное, самой слабой стороной являлся опыт. Это его отсутствие, получается так. Так, его отсутствие, да. Но тут, знаешь, я должен добавить. Мне кажется, надо с обратной стороны заходить. Не с того, что Фениксанс были самым слабым соперником для Чикаго Буллс в финалах НБА. Но смотрите, что делает Чарльз Баркли. Сэр Чарльз забивает два очка и плюс один еще будет выполнять. А скорее Чикаго Буллс 93-го года были самой сильной командой тех трех лет чемпионских для Чикаго Буллс. Если так, забегать вперед. Да, абсолютная уверенность в себе. Просто топовая форма и у Джордана, и у Пиппина. Форрес Гранд в самом расцвете. Причем все они, повторюсь, сверх уверены в себе. Это не самоуверенность, да, которая может принять, а просто никаких, даже каких-то мимолетных сомнений не может проникнуть в их лысых главах. Они двукратные чемпионы, они хотят третий титул. Все так. Ну что, Чарльз Баркли забивает три очка в одной атаке. 51 на 47. Феникс Санн впереди. Между прочим, уже в этой встрече четыре очка они ведут. Штрафные. Феникс 7 из 9. И Тья Чикаго еще ни разу штрафные не пробивал. Майкл Джордан средний. Бамс точно. Да, ну с прицелом у Джордана все в порядке в этой серии. И вообще, ух, чуть было не отметился перехватом. Скотт Уильямс у него, наверное, горит от той неудачной передачи в концовке первой четверти. И пытается этот момент затереть, да, в сознании болельщиков. Сейчас он был близок к этому. Возвращают мяч в игру. Ну, стараются это сделать баскетболисты Феникс Санс. Дэн Марли у мяча. Какая-то там небольшая пауза, вызванная чем. Непонятно, что ты подошел там к столику арбитров один из судей сегодняшней игры. Ну ладно, продолжается игра. С трудом пересекает и половину сейчас Стивен Джонсон отдал мяч. Здорово ушел и забить. Что-то непонятное сейчас было в исполнении Юмуса. Мне кажется, мяч у него вывалился. Ты знаешь, он пытался развернуться и забить, но мяч вывалился предательски. Джордан забивает. Слушай, ты знаешь, я что скажу про Майкла Джордана в этой серии? Мне кажется, он так не бросал никогда. То есть он, да, он с Портлендом очень круто бросал. Он очень неплохо атаковал в других сериях. Но мне кажется, лучшая серия с точки зрения броскового арсенала Майкла Джордана и количества попаданий и процента именно здесь. Тем временем Феникс отвечает. Дэн Марли трехочковый забивает. Но это его специализация. Да, он делает то, что должен. Знаешь, мы рассказывали то, что Джордан просто смеялся в лицо Дэну Марли. Да, и перед началом серии сказал то, что вообще его не рассматривают как баскетболист и будет делать все, что захочет. Возможно, зная сверхсоревновательный дух Майкла Джордана, он как раз-таки показывает то, что вы одни из лучших игроков, которые бросают трехочковые. Нифига. Вот, вынимайте. Это вполне в духе Джордана. Правил Джордана, я так даже скажу. Ну а в следующей атаке Скотти Пиппен против Думаса. И смотри, что происходит. Скотти нашел контакт, бросил, забил и плюс один будет выполнять. И, конечно, забил. Одной правой, да, правильно. Классный, конечно, повтор. В 93-м году тоже качество картинок, конечно, несравнимо с текущим, но крупные планы в полном порядке. Буллс выигрывает одно очко, переходит через центральную часть паркета, отдает на Думаса. Думас тут разворачивается в разные стороны против Майкла Джордана. У него вроде бы есть преимущество в длине рук и вообще в росте, но не решился он Майкла Джордана обыгрывать. Отдал на Чарльза Баркли. Сэр Чарльз. Средний бросок. Нет. Находит контактик, бросает и встанет на линию штрафной. Хороший Чарльз. Использовал вот этот вот мисс матч, да, то, что против него Скотт Уильямс более медленный, менее такой вот резкий баскетболист и купил его просто на день авиации. А здесь как раз вот против Джордана не сработало. Ну, давай не будем забывать, что Майкл Джордан в свое время получал титул лучшему защищающемуся игроку Национальной баскетбольной ассоциации. И, может быть, в последние годы его так не рассматривали, потому что он все-таки, ну, как сказать, не полностью отдавался в защите. Но когда он хотел быть элитным защитником, он мог быть элитным защитником. И Думас просто не решился его обыгрывать. Еще раз скажу, на мой взгляд, в этой серии Майкл Джордан идеально бросает. Вот так он никогда не бросал. И защищается просто божественно. То есть делает все на баскетбольном паркете. Вот это настоящий MVP. Вот еще один MVP, но он бросает штрафные и не забивает, как мы видим. Добавлю про Джордана. Да, вот коротенькую статистику. Пять перехватов в матче номер один в среднем три с половиной по этой серии. Там был еще показательный момент. Давай после этой атаки я его озвучу. Майкл обыгрывает на одном шаге соперника, но под большого и не смог забить. Кевин Джонсон быстрый отрыв. Кейв Дюмас и отрывает ему руки Биджи Армстрон буквально. И Дюмас будет пробивать штрафные. Я вспомнил сразу момент из второй игры, когда Майкл Джордан, помнишь, полетел накрывать Чарльза Баркли. И Баркли не забил. И Баркли показывал, что попал ему по лицу Майкл Джордан. Но как самоотверженно Майкл полетел против человека, который больше его весит на 30 килограмм. Совершенно не боясь. Да на 40 почти килограмм. Совершенно не боясь туда. Просто летел, чтобы заблокировать Чарльза Баркли. Это было, конечно, очень круто. Знаешь, в моем понимании, если рассматривать вот этот вот величайший игрок всех времен, то это обязательный критерий. Не только сверхрезультативность, сверхатакующая игра, но еще и игра на своей половине паркета. Безусловно. Минута 15 играть до окончания второй четверти. 56 на 55 в пользу Феникс Санс. Но игра такая, очень равная получается. Такие качели сейчас пошли. Пока самый плотный матч мы смотрим в этой серии. Да, да, абсолютно точно. Майкл Джордан с мячом. Джордан через заслончик Скотти Пиппона. Майкл Джордан на дриблинге. Майкл Джордан против Дэна Марли. Майкл Джордан что хочет, то и делает против Дэна Марли. И забивает, конечно. Да. Скорости, конечно, разные. У Марли и Джордана. Смело от Дюмаса, да, но не попал. Когда ты решаешься на такое действие, ты должен попадать. Иначе, извините, сложно пытается Стэйси Кинг. А по тому не получается. И что? Контратака. Баркли взлетает. Нет. Засчитывает. Засчитывает 2 очка. Голдэндинг. Мяч уже опускался. Стэйси Кинг был разносадован. То, что ему не удалось сделать в атаке. Вернулся на свой щит. И снял мяч уже, который коснулся щита. Ну, похоже, мяч, мне кажется, мяч уже коснулся щита. Поэтому он не имел права его блокировать. Ну, как-то там очень близко все это произошло. Арбитры, наверное, и правильно все-таки решение приняли в этом эпизоде. Тем временем Майкл Джордан против Кевина Джонсона. Майкл сразу против троих. Не стал атаковать. Биджи Амструк снова из угла со своей точки. Мимо. Да, не дали концовку Буллс. И в итоге ответ. Сложный пас в лицевую. Кевин Джонсон. Одна секунда. Бросок. Не забил. Ну, что, абсолютно равная первая половина, которая заканчивается с преимуществом в одно очко в пользу Фениксан с 58 на 57. Я предлагаю нам с тобой немножко отдохнуть и уже после этого отдыха погрузиться во второй половину. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Слушай, интересный вот этот вот ролик был. Есть сотни причин или даже тысячи причин, почему стоит любить эту игру. А какая ваша причина? Сергей, давай с этого начнем. Какая твоя причина, чтобы любить эту игру? Ну, мне так повезло, что я полюбил баскетбол благодаря Чикаго Буллс. Тут все банально. Я увидел эту красоту, это доминирование, это абсолютная уверенность. Это, безусловно, подкупает. И именно поэтому я стал обращать внимание в нашем спортивном магазине уже на вот этот оранжевый мяч с черными полосками. Я тогда какую-нибудь, знаешь, противоположную причину придумаю. Ну, в смысле, тоже баскетбольную. Скотти Пиппен пока забивает и выводит Чикаго Буллс вперед. Я скажу, что я полюбил баскетбол. Ну, не скажу, что полюбил, но моя причина, почему стоит любить баскетбол, благодаря сэру Чарльзу Баркли, который был невероятно эмоционален на паркете, круто играл, а потом еще стал великолепным аналитиком с невероятными фразами, которые абсолютно нетолерантны и очень круты. Чарльз Баркли, причина. Знаешь, можно, конечно, по-разному относиться к его творчеству, да, в плане то, что язык он не держит за зубами. Но он говорит то, что думает. Жордан мажет тройку сейчас, и Хорз Грант хорошо отборолся. Вообще, знаешь, 80-е и 90-е, они все-таки разные. 80-е, там нельзя вот так вот сразу сказать, что это была эра Бостона или Лейкерс. С 90-ми проблем не возникает. Это точно эра Буллс и никого больше. Забивает Майкл Джорд, но еще немножко Хьюстон Рокетс, но мы об этом как-то уже говорим. А это самое большое упущение, мы это с тобой обсуждали, 90-х. Вот в 80-х было все, да? Все пробовали на зубок, и Бостон, и Лейкерс, ну, претенденты, которые могли претендовать на чемпионство. А в 90-х мы так и не увидели даже одного финала между Хьюстоном, Аллоджиона и Чикаго Буллс, Пиппина и Джордана. Зато мы увидели два финала Чикаго Буллс и Ютенджерс. Да, тоже правда. Собивает Майкл Джордан. Еще два очка. 22 у него точно было после первой половины. Сейчас получается 24 стола у Майкла Джордана. Впрочем, может быть, мы где-то еще не досчитались. Пары-тройки очков. Ну, я думаю, нам статистику дадут. Но тоже, как всегда, очень мощно от Майкла. Но это Кевин Джонсон, который постоянно под присмотром находится. Во-первых, Биджи Эрмстонг ему скорости не уступает. Во-вторых, подстраховка всегда успевает, если вдруг Биджи где-то уснет. А Чарльз Маркли на Дэна Марли, Марли на Уэста. Уэст. Что здесь? Три секунды у Марка Уэста. Вот так вот Марку Уэсту показали судьи то, что они умеют считать до трех. Хотя он очень мощно начал во вторую половину. Сразу же отметился хорошей работой в краске с сочным данком с одной руки. Скотти Пиппен через Биджи Эрмстонга. Тот из-под 45 будет заигрывать Большого. Это Скотт Уильямс. А нет, это Картрайт. Нет, это Картрайт, да. Знаешь, меня немножко ввело в заблуждение, что в предыдущей игре, да, Картрайт и не стал на вторую половину выпускать в стартовой пятерке именно второй половины Фил Джексону. Выставил тогда Скотта Уильямса. Это правда. Про Картрайт тоже стоит упомянуть. Потому что во втором матче это сейчас по скамо. Так вот, Картрайт во втором матче сыграл всего лишь 13 минут. Ну, видимо, здоровье не позволило. Я не знаю, какие другие причины. Были там проблемы с голами. Если вспомнить серию с Никс, то там у Больших Гулз были проблемы со здоровьем. Это факт. И Картрайт получил не раз от Никербокеров. И Грант с голеностопом научился. Так что та форма, которая подошла к финалу Хоррес Грант, это на самом деле очень хорошая работа. То ли Докторов, то ли самого Хорреса Гранта, его преодоление этой боли, да, от этого дискомфорта даже не сказывается. Ну, а Картрайт, ну, он уже ветеран, 35 лет, конечно же, тяжело. Ну, Дюмас сейчас, вот то, что делает Денис Родман, например, Национальной баскетбольной ассоциации, Дюмас не сделал, да. Надо было прыгнуть за мячом. Он в итоге выбежал за мячом в аут. И мяч уже контролировал, находясь в ауте. Это, конечно же, мяч за Chicago Bulls после этого. Майкл Джордан против Дэна Марли. Один в один, снова что угодно с ним делает. Постоянные кроссоверы, что-то еще. Но сейчас Дэн Марли отзащищался, между прочим. И сразу же быстрая атака у Феникса. Они стараются держать очень высокий темп. На грани потери сейчас действовал Чарльз Баркли, отдав пас и все-таки свисток. Ну, фолл, похоже, скрути Пиппен. Я так понимаю, что наши болельщики американские, вернее, чикагские болельщики, хотели вот здесь вот, во всяком случае, фолл точно против Чарльза Баркли. А, смотри, но ногу не торвал левую до конца. Ты видел, да, они хотели пробежку, прыжок с мячом. Марк Уэст, ну, надо такие забивать. И все-таки дожал этот эпизод. Майкл Джордан, 64 на 63, снова Феникс впереди, снова одно очко. По-прежнему эти качели продолжаются. Загрузили Билла Картрейта. Картрейт против Чарльза Баркли, скидочка на Хорреса Гранта. Не успевает к нему опекун, и Хоррес Грант палит точно средний. Классно исполнил Хоррес Грант. Хоррес Грант выдвинулся на среднюю, получил мяч. И в верхней точке прыжка очень мягко кистями отправил мяч в корзину. Классно. Ух, это что сейчас Дюмас забил еще из-под бора. Вот так вот отжигает молодежь. Скотти Пиппен с под 45, снова Марли его прихватил. Но опять вернулись к тому, с чего начинал Пол Уэстфул. Бросок Биджи Армстронга, он оказывается точен. То есть Биджи Армстронга держит Дюмас, Дэн Марли держит Скотти Пиппена, а Майкла Джордана держит Кевин Джонс. Интересно. Знаешь, Джордана по сути никто не сдержит. Поэтому просто дали такую вот свободу Дэну Марли, чтобы он лучше работал в атаке. Отличный подбор от Хорреса Гранта. Хотя по-хорошему Дюмас должен был забивать свой Пиппен. Девский проход. Классный проход, как манекенов, как дубов каких-то прошел сейчас игроков соперника. И мы видим, как радуется Скотти Пиппен. 66 на 69, плюс 3 в пользу Chicago Bulls. Еще одна небольшая пауза. Я в ней напомню, что вы можете поддерживать эту трансляцию. Не забывайте делать это, если у вас есть такая возможность, с помощью Donation Alerts. Ссылка в правом нижнем углу вашего экрана. Также кабельная ссылка есть в тексте над видео с трансляцией на стене 36 студии. Ну и также есть Сбербанк и Яндекс.Деньги. Поддерживайте с помощью их. Если у вас есть такая возможность, или если вам удобнее, впрочем, через Donation Alerts вы можете выбрать любой удобный вариант поддержки. Не забывайте, пожалуйста, если у вас есть, еще раз скажу, такая возможность. Ну и общайтесь в чате, задавайте вопросы. С удовольствием с вами подискутируем сегодня. И самые интересные темы зачитаем. Предлагаю небольшую паузу сделать. И после этого перейти в чат. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну и быстренько я зачитаю то, что у нас в чате. После этого точного броска, невероятного на самом деле, от Дэнни Эйнджа. Три очка Дэнни Эйндж забивает. Ну так вот, Тимур Бахитов пишет, что у него была Дэнди. Баскетбол не помню совсем пишет. Тимура, по-моему, на Дэнди не было, да? Баскетбол, я так понимаю. Баскетбол был. Баскетбол, но не такой, который, значит, с фамилиями, правильными названиями команд, с режимами. То есть, ну, такой вот, упрощенный. Тем временем, Скотт Уильямс не забивает. Борьба за подбор чуть позже в чат. Тут Хорес Гранд кладет мяч вверх. Очень интересно смотрится эта борьба у команд. Здорово работают на чужих счетах и те, и другие. Есть, кому что называется, оторваться. Баркли против Скотта Уильямса должен обыгрывать. Здорово дернул раз, два и забил средний. Да, просто обыгрался своими финтами Скотта Уильямса. Вот Шарльз Баркли, конечно, уникален тем, что он еще обладает этими финтами, как большой, да, разнообразными. Просто арсенал его выигрышей, он настолько многогранен. Но просто диву даешься. Это Чарльз Баркли бьется за мяч, но в итоге там оказывается Майкл Джордан. И чуть было с Майклом Джорданом вместе этот подбор не взял Чарльз Баркли. Но в итоге мяч отвалился к Хоресу Гранду, и Хорес воткнул мяч вверху. Бьется, бьется Чарльз Баркли. Видно, как он старается. Да, в лидерских качествах, конечно, Баркли не откажешь. И что, здесь он подтолкнул Форесу Гранда. Слушай, первый фолмен, да, у Чарльз Баркли, он, по-моему, до сих пор не отмечался. Ну, я думаю, что фоллов вообще очень мало у Феникса. Тем временем, ух ты, какой блокшот! Это Том Чемберс. Чемберс в полном порядке, выходит со скамейки, набирает очки против Джордана. Играет очень жестко, пытается сыграть в оббор Майкл. И фол выписывает Энджей. Второй у Джордана. Давай посмотрим, Том Чемберс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты знаешь, мне кажется, что все-таки попал по руке Том Чемберс. Не знаю, не уверен. Надо пересмотреть эпизод. Ну ладно, уже заиграли момент. Чарльз Баркли один в один против Скотта Уильямса. Снова Чарльз Баркли его обыграет. Я уверен, если не будет только вот такой поддержки от Скотти Пиппена, она будет. Пиппен великолепен, но, повторюсь, это лучший игрок на своей половине всего плей-оффа этого. Джонсон под 45 вправо прибежал. Джонсон пытается в краску пройти. Не дают ему это сделать. Скотт Уильямс, пора забрать мяч. Спаркета забирает, отдает на Майкла. Тот на Скотти. Скотти с фолом 2 плюс 1. И Скотти разводит руками. Ну, что, ребят? И ты знаешь, это, мне кажется, еще и прайм Скотти Пиппена. Вот в чем штука. Вот почему мы говорим, что это сильнейший Чикаго, наверное. Я с тобой согласен. Насчет сильнейшего Чикаго тут обсуждаемо, да, но тоже... 96-й ты еще вспоминал, да. Да-да, и Пиппен, и Джордан, они в таком порядке. Так, третий персональный у Дэнни Эйнджа, да. Это плохо, правда. Скотти Пиппен, 3 очка в одной атаке. Тут, знаешь, Дэнни Эйндж, он хороший в защите, он опытен. У него есть чемпионский дух. И у него шикарно вышла игра под номером 2. И он не потерял тот ритм. Отмечается и в очках, и в других действиях. Средний, сложный от Чемберса и заходит. Ну, не зря же Том Чемберс в 87-м году стал MVP матча всех звезд. 79 на 76. Ну, понятно, что он уже не в той форме, чтобы играть на матч всех звезд. Но пользу, конечно, приносит такой опытный и мудрый игрок, как Том Чемберс. Тем временем Скотти Пиппен. Скотти в одну сторону, в другую. Тяжелейший бросок не реализует. Попытка Хорреса Гранта добить. И мяч уходит за пределы паркета все-таки от баскетболистов Чикаго. Но как там Хоррес Грант боролся, а? Да, Грант, конечно, отдается игре по полной программе. Ну, знаешь, мы обсуждали, конечно же, Булл с 93-го года. Это Джордан и Пиппен. Но если третьего включать, то это обязательно Хоррес Грант. Конечно. Скотти Пиппен, как он накрывал Патрика Юинга в серии с Нью-Йорк Никс. И как он накрыл, помнишь, Дэни Эйнджа, этот момент? Да, да, да. Важный был момент. Дэни Эйнджа мог, по-моему, сравнять что-то с этим трехочком. Да? Это же было во втором матче. Ну и вот этот блокшот против Чарльза Баркли. Как высоко взлетает над кольцом Скотти Пиппен и накрывает Чарльза Баркли. 16 очков, 6 подборов, 3 блокшота. Браво, Скотти. Чикаго впереди плюс 3, Кевин Джонсон с мячом. Кевин Джонсон прошел в этот раз Армстронга, а вот в этот раз задержались немножко в подстраховке баскетболисты Чикаго Буллс. И Кевин Джонсон отправил 2 очка в корзину. 78 на 79. Возможно, оказались не готовы к тому, что Феникс Санс пойдет в быструю атаку. Жордан не забил, Пиппен забрал и 18 у Пиппена и 7 подборов. Вот так вот эта парочка и работает. Если Джордан не забивает, то Пиппен добавляет, да, снизуете? Мало не покажется никому. Чем Феникс ответит? Дэнни Энш из плотной опеки уходит через пас на Дэна Марли. Ближе к Чарльзу Баркли. Бросок мажет Чарльз. Майкл. Полторы минуты играть еще до окончания третьей четверти. Майкл Джордан на дриблинге. Джордан угнул передачу. Вот только сейчас отдал на Хорреса. Дальше на Пиппена. Пиппен будет подгружать картрейта. Картрейт. Этот-то Скотт Уильямс появился на паркете, но он, в принципе, и не уходил. Давненько он играет. Тем временем Скотти Пиппен еще один подбор берет. И еще 2 очка укладывает в корзину. Уже 20, я так понимаю, у Пиппена. Да, 28 подборов. Ну, то есть на дабл-дабл идет. Тем временем точно надо забивать, конечно. Ну что, и Пиппен полезет, наверное, да? В огне или все-таки как-то по-другому будут разыгрывать Буллс? Пас на Майкла. Майкл. Ну, давай быстренько пробежимся по чату. Что там еще в чате есть интересного? Вот Василий Голубятника пишет, что в компьютер он не играл, но до сих пор предпочитает вживую играть. Что в футбол, что в баскетбол. Отлично. Это замечательно, Василий. Правда. Дэн Марли трехочковый бросает. А, Дэн Марли-то в огне! Два трехочковых подряд. И очень важно сейчас для Дэна Марли и для Феникса то, что пошел бросок у их снайперов. И теперь уже Санс впереди. Они выходят вперед. Ты представляешь себе? Плюс один Санс выходит вперед после двух трехочковых Дэна Марли. Майкл Джордан. Тяжелый бросок есть. Всех там перевесел. Такое ощущение, правда, возникло сейчас, что он просто замер в воздухе. А другие дождался, пока другие опустятся. И так аккуратненько положил мяч в корзину. А вот когда говорят, что законы физики все объясняют, но не объясняют там какие-то определенные вещи во Вселенной. Ой-ой-ой, Джордан. Жестко очень пошел в оббор. Ну так вот, эти какие-то вещи во Вселенной там где-то в открытом космосе находятся, которые там, например, черная дыра, да, там какая-нибудь сингулярность не объясняется. Обычными законами физики. И также Майкл Джордан тоже не объясняется. Видимо, он откуда-то оттуда пришел. Из черной дыры. Законы физики на него не действуют. Обычные, если по случаю. Наша теория о инопланетянах вон Барк. Ох, какой бросок! Четыре десяток оставил Баркли Чикаго на концовку третьей четверти. А вот и Сэр, и еще и перехват, и вот такая вот трешечка еще даже от Кевина Джонсона. Сэр Чарлис говорит, ну-ка давайте, ребята, заведемся. Ну что, Феникс Санс опять концовочку крадут? Есть разница. Да, Санс в третьем матче начали лучше играть, чем их соперник, именно в концовках. Так, давай быстренько по чату пробежимся еще раз. По-моему, это самая интересная игра в серии, пишет Федор Суховский Порно. Да мы не будем забегать вперед, правда ведь? Мы еще обо всем расскажем. В этой серии я понял, что Марли отличный игрок, пишет Федор же. Ну вот мы видим, что Дэн Марли сейчас делает в концовке третьей четверти. Можно согласиться. А Василий Голубятников пишет, насколько я помню, Бакли в какой-то момент решил стать рэпером. Пару песен слышал. Но я, честно говоря, про рэперские достижения Чарльза Баркляк ничего не знаю. Я тоже, если честно. Ну, опять, я не особо-то интересуюсь данным музыкальным направлением, поэтому... Ну, про Шакила Анила мы знаем, да? Про Шакила, да. Пытался быть рэпером. Не получилось. Отдохнем немножко, вернемся в четвертый четверть. Я смотрю в игру, а я смотрю в фильмы в хайлайт? Бакли, 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 бакли. О, мой! Диана Нолланд! О, это хорошо, и мы получили баклининг! Это прямо там, все, что происходит, что WNBA все равно. Добро пожаловать в НБА. Ну, давай подводить итоги трех отрезков, которые сыграны у нас в этой встрече. В начале четвертой четверти, наверное, самое время это сделать. Да, безусловно, тут стоит отметить то, что очень классно начали Феникс Санс этот матч. Они вели в стартовой отрезке первой четверти очень много очков. И Чикагмулс справились с этим, очень хороший рывок совершили. В итоге, непонятно из-за чего они дали сопернику отыграться. С равного счета начать вторую четверть, где уже Феникс Санс дали еще одну концовку. Третья четверть, тоже такие качели великолепные получаются. И опять дает Санс концовку. Два трехочковых подряд от Дэна Марли. И Феникс уже впереди. Феникс впереди, перед началом четвертой четверти. И вот сейчас ничем Чикаго Буллс. Посмотрим, смогут ли Чикаго провести свою атаку остро. Передача на Скотта Уильямса. Уильямс разворачивается, бьет, не забивает. Я так понимаю, Майкл Джордан сейчас отдыхает. Да, похоже на то. Состав Пиппин. Скотт Уильямс. Стрэнд Такер сейчас пытается противодействовать Браску у Кевина Джонсона. Неудачно. Кевин Джонсон два очка набирает. Паксон там у нас бегает пятый номер. Ну, Скотт Уильямс мы уже отметили. Вот с большим налокотником это Стэси Кинг. В общем, да, такой запасной состав, если не считать, конечно же, Скотти Пиппина. Вот тут Скотти, понятно, должен выделяться. Вот Майкл Джордан и Бинджи Армстронг отдыхают. С мячом баскетболисты Феникс Санс. У них тоже Чарльз Баркли начинает четвертую четверть на скамейке. Принт Такер нарушает правила. Сдвоенный центр сейчас у Феникс Санс, Миллер и Уэст. Кирилл Джексон объясняет что-то, как держать Кевина Джонсона, видимо, потому что у этих-то ребят гораздо меньше опыта. Одно дело, когда Кевина Джонсона держит Бинджи Армстронг, совсем другое, когда это делает Пэксон или Такер. Джонсон пытается пройти и Пэксон нарушает правила. Да, но тут понятно, что Пэксон солидно медленнее Кевина Джонсона и Джонсон должен этим пользоваться. Ну да, просто в корпус давит сейчас Пэксон, дабы не дать уйти седьмому номеру. Второй персональный уже схватил Джон Пэксон, хотя мы его видели буквально там, по ощущениям, секунд пять на паркете. Ну смотри, сегодня 18 очков. 18 очков сегодня у Кевина Джонсона. 19. Это его статистика, до серии с Буллс у него среднее количество очков было 18. То есть, наконец-то, Кевин Джонсон нашел свой уровень, и это, конечно, сразу же решающим фактором, наверное, становится для Фениксанса. Тем более, что мне кажется, что Чарльз Баркли все-таки очков-то там не добирает своих, ну там, что мы привыкли, да, 30-ник, к примеру. Чикаго Буллс на падении. Знаешь, ну у Кевина Джонсона вот единственное, что у него никуда не делся, это передачи 6-8, и ух, хороший бросок. Отлично, Пэксон ответил. 89-87. Кевин Джонсон с мячом против Пэксона. Кевин Джонсон сейчас лидер Фениксанса, он берет все на себя, Кевин Джонсон разбросался. Поди останови сейчас Кевина Джонсон. Вот такого Кейджея ждали. Да, 21-го у Кевина Джонсона. Пипин, некому дать. Открылся Тренд Такер. В угол. Пипин в обыгрыш. И очень сложно, а мне заходит. Но Стэйси Китк забирает подбор, упирается в пузо там Оливеру Миллеру, и потеря. Кевин Джонсон не пускает его Пэксон в отрыв. Фолл. Третий. Не-не-не-не-не-не-не-не. Джон Пэксон с ним явно не справляется. И понятно, что надо Би-Джи Армстронга возвращать на баскетбольный паркет. Ну или кого-нибудь там Майкла Джордана. Кого-нибудь там. Кого-нибудь. Хорошо звучит. Майкла 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 Майклу вспоминает, что 26 февраля 1987 года Майкл Джордан забил 26 из 27 штрафных в игре с Нетс. Слушай, а здесь у меня поощрения такие, что он чуть ли не первый раз становится на штрафные. А я не помню его на линии штрафных. По-моему, так и есть. Первый раз, мне кажется, Майкл становится. Еще один штрафной от МДЖ. Не забивает. Да, один из двух. Чарльз Баркли забрал подбор. Но этот может всю поляну пройти. Если ему дать такую возможность, отдал он на Дэни Энджи. Тут же открылся под Хорреса Гранта. Хоррес Грант против него. Баркли скидывает на Кевина Джонсона. Джонсон еще два. Да, явно пристрелял эту позицию Кевин Джонсон. В первой половине так робко он начинал подстреливать. Сейчас же разошелся в четвертой четверти. Набрал уже шесть очков. Джонсон пока главный игрок Санс. У Джордана не заходит фирменный проход. Джонсон передача дает на Марли. Марли на Дэни Энджи. Дэни Энджи полез. И, по-моему, возвращаясь в защиту, Майкл Джордан срубил немножко. Подкосил ее. Это четвертый фолл. Это проблема, конечно. И у Хорреса Гранта. Ты помнишь, да, три уже давно висела. Сейчас я, честно говоря, не берусь сказать, палил ли после этого Хоррес Грант. Но даже если хотя бы один фолл был у Хорреса Гранта, уже по четыре у двух лидеров. Да. Хоррес три своих очень быстро набрал. Дэни Энджи на линии штрафных. Первый штрафной от Дэни Энджи. Точно? Ну, я даже не сомневаюсь, что он оба забьет. Ну, Энджи, да. Боец, конечно, может прости, так что в такой ситуации он должен забивать. Вот кто должен остудить немножко пыл Кевина Джонсона. Вернувшийся на паркет Биджи Армстронг. В чем вернулся он не вместо Пэксона, а вместо Такера. Ну, Трэнд Такер свои там пять минут получил. Ничего особо не сделал. А что Дэни Энджи? Сможет ли он еще раз 20 выбить? Ну, пока неплохо. 96 на 88. Смотри-ка, разница до 8 очков в пользу Феникс Сансу. Да. Самое крупное преимущество Санс, по-моему, да, в этой серии. Джонсон 7 очков набрал в этой четверти из 10 у Феникс Санс. При том, что Чикаго Буллс набрали лишь 3 очка в этой четверти. Время идет. Армстон под прикрытием. Джордан очень глубоко. Секунда. Три. Ближнюю дужку. Подбор за Баркли. Быстрый отрыв. Феникс Санс. Пас на дугу. Дэни Эндж. Три. Бам. Вот оно. Зажигательный, конечно, Чарльз Баркли. Заработали, да. Как раз вот маленький у Санс, Джонсон в порядке, Эндж, Марли и Санс ведут. Совсем другая история, да, конечно. Небольшая пауза, дорогие друзья. Зажигательный, конечно, Чарльз Баркли. Вы не понимаете, что мы просто увидели. Вы не понимаете, что мы просто увидели. Сенсационный. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Девять очков разницы, но по-прежнему Феникс впереди... Продолжение следует... 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 Пиппин, конечно, невероятен, просто невероятен. Скотти и Пиппин, знаешь, один из его лучших матчей, наверное, за всю карьеру. Черт возьми, он переигрывает по моментам, по вот этим вау-эпизодам самого Джордана сейчас. Скотти Пиппин с мячом. Майкл очень жестко держит там. И невозможно даже ему мяч отдать, поэтому Скотти решил сыграть через Би-Джея. Отдали все-таки на Майкла Джордана. Тот через лицевую скидку делает на Хорреса Гранта. Вау! Ну, это вау 50 на 50 и Майклу, и Хорресу, конечно. Да, здорово. 9 передач. Одной передачи не хватило Джордана до того же трипл-дабла в матче номер 2. В этом у Джордана тоже передач много, это чувствуется. Ну, а Хоррес Грант сверху через Марка Уэста. Ба-бам! Грант три очка в одной атаке может набрать и набирает. Да, действительно, за такую игру Хорресу действительно можно отдать прозвище Джейнерал или Генерал. Причем это вот сейчас трио, да, Майкл Джордан, Скотти Пиппин и Хоррес Грант. Три главные звезды Chicago Bulls, они делают всю игру. Ну, они и должны. 12 секунд, 103 на 103, и решающие владения, это у Феникс Санс, они сейчас будут атаковать. Да. 12 секунд. Что можно еще нарисовать людям, которые двукратные чемпионы, действующие НБА? Не знаю, был бы вместо Фила Джексона Ван Гог, я думаю, мог бы чего-нибудь нарисовать. Но не про баскетбол. Хотя увидел бы такой баскетбол Ван Гог, я думаю, написал бы что-нибудь и в честь него. Нарисовал бы корзину, нарисовал бы мяч, нарисовал бы Баркли с Джорданом. И звездное небо. Да, да. А кто где, это вы уже решаете сами. Решаете сами. Классный матч, конечно, потрясающая игра. Заруба на все 100. 103 на 103. Феникс Санс с мячом. Кто будет атаковать? Это интересно, потому что есть кому атаковать. И Марли, и Энч, и Джонсон, и Баркли, конечно же. Да, все бросающие сейчас в составе у Феникса. Мяч выводится почти с центра. Выводит его Энч. Баркли. Да, решать будет он. Против него Хоррес Грант. Ждет до пяти. Пошел. Средний. Через давление. Близко, но нет. Овертайм. Подожди, подожди. Там еще две десятых, по-моему, осталось у Чикаго. Ну, разве его можно успеть выбросить за две десятых? Чарльз говорит, мы скоро узнаем. Мы скоро узнаем, да? А, нет, ну, конечно же, накрутил. Секунду накрутили, да. Ну что, секунда, за секунду можно. Надо правильно вбросить Пипа на Гранта. И ты знаешь, мог бы перевести так по волейбольному. Ну, очень даже мог сейчас Грант, но чуть-чуть не хватило. Такое ощущение, что он чуть раньше, чем это требовала ситуация, выпрыгнул. Из-за чего ему не хватило времени в воздухе, для того, чтобы принять верное решение. Огненный матч. Просто огненный. Браво Фениксу за то, как сражается. Но и браво, конечно, лидером Чикаго Буллс. Просто в порядке. И Хоррес Грант, и особенно парочка Джордан Пиппен. Что ты скажешь? Легенды. Пауза небольшая. Пауза небольшая. Пауза небольшая. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 чем без вот тоже слушай но все играет у феникса на самом деле дюмаса мы давно не видим но наверное из-за того что у 22-летнего игрока нет опыта вообще в таких защитных матчах точнее не матчах отрезками поэтому и лишь почти не уходит с площадки вот как раз опыта как достаточно джордан очень сложно только вроде бы он обыграл кевина джонсона тут же марли подлетел выставил руку попробую из-под нее забить баркли 1 на 1 против хорреса гранта где-то мы это уже видели баркли в этот раз кидывает на кевина джонсона джонсон в проходе не забил подбор за кем за баркли бросок не точно где мяч у кого-то из игроков у джонсона у феникса трех очковый и не забивает дэнни эндж слушай но лучше варианты сейчас для концовки этого матча у феникса не было просто дэнни эндж у которого с броском все в порядке не только в этом матче но и по всей серии по всей серии плей-офф и он не попал дорогие друзья не забывайте поддерживать такие игры как chicago болс и феникс с помощью донейшн аллерс это самый удобный способ ссылка на донейшн аллерс в правом нижнем углу вашего экрана поддерживаете не забывайте это очень важно для нас но и также поддерживаете если у вас есть возможность через сбербанк и яндекс деньги но еще раз скажу донейшн аллерс самый удобный способ попишите в чате как вам такой баскетбольчик шикарная игра от санс и bulls 2 овертайм чежки и так и и Субтитры делал DimaTorzok 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 В прошлом матче 9 поборов собрал Оправдывая свой номер Джонсону очередной фол Пятый персональный у Кевина Джонсона И в прошлом матче у него 6 фолов было И сейчас 5 И преимущество у Буллс Кажется прихрамывает немножко Скотти Пипл Прихрамывает, да, да Похоже, если я правильно понимаю Ахмад Рашада, то у него... Господи, забыл слово Ну ладно, сейчас вспомню и скажу Ну что-то в районе таза Тем временем Джордан бросает, забивает Как он разворачивается в лицевую просто невероятно Сводит ногу, в общем А, от усталости Сводит мышцы, да 4 очка в пользу Баскетболистов Чикаго Буллс Ой-ой-ой, очень сложно И фол Пятый Джордан 40 секунд до конца второго овертайма Как интересно, да, смотри И Джордан, и Джордан, которые играют друг против другом На пяти фоллах висят Да Кевин Джонсон с мячом Джонсон один в один против Джордана Скидочка на Баркли, пора забивать Чарльз точат 19 очков у Чарльза сегодня Разница Два очка в пользу Чикаго Да, и у них мячи будут максимум, я так понимаю, из своего времени на атаку выжимать Буллс Широко расставились по периметру Ни одного игрока в краске У Джордана поехал нога, но он успел избавиться от мяча Пипен Средний, дальний Даже не в кольцо Времени совсем мало Кевин Джонсон с мячом 7 секунд, 6 Передача Ну, бросок И точно За три секунды до конца Дэн Марли Ха-ха-ха-ха 114 114 За три секунды до конца Дэн Марли Вот это да Ну что 3 секунды то есть 3,2 секунды у Чикаго Чтобы выиграть Да, ничего не за одну секунду не сумели Ну, могли забить, да Паста на форусе Гранта прошел Сейчас они что разыграют за три Уильямс пытается создать заслугу Пас на хоруса Гранта Обратно на Пипена Пипен Очень сложный средний И было близко Было так же близко Как и Дэнниич Выбрасывал мы все-таки Третий овертайм Ха-ха-ха-ха Поддерживайте Овертаймы в финальных играх С помощью Донейс Анализа Не забывайте, дорогие друзья Мы переведем дыхание Вернемся в третьем овертайме Это все рок-н-ролл Овертайм Вернемся Я как-то хайлайт Супермен Майкл Джордан Я получил лучшую работу В мире Ну, возможно Я получил второй лучшую работу В мире Сумасшедший абсолютный матч Финала Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан Чарльза Баркин Ничего себе говорит Хе-хе-хе Сэр Чарльз отвечает Ну, да Попали мы в заваруху 114-114 В третьей игре Финала И третий овертайм В этой третьей игре 1993 года Да Вечер в Чикаго Постепенно превращается в ночь Кевин Джонсон с мячом Один в один Против Майкла Джордана Джонсон в проходе Не забил Забрал подбор Хоррес Грант А ты знаешь После того, как Джордан Его стал прихватывать Джонсон Я бы не сказал Что серьезно что-то забил Скорее ничего не забил Это факт Ну, Джордан мог сыграть Абсолютно против любого Из маленьких Хороший переброс Уильямс И забил Важные два очка Учитывая, как тяжело Достаются очки в овертаймах Обеим командам 116-114 Снова Чикаго впереди Кевин Джонсон Против Майкла Джордана Открывается Чемберс Но сделать передачу сложно Джонсон Полностью Хочет обыгрывать Постоянно Майкла Джордана И в этот раз Обыгрывает Благодаря точному Мидрэнджу Да, со средним все в порядке У Кевина Джонсона Один из лучших его матчей Вообще В этом плей-офф Про серию Ну, тут все Логично и понятно Майкл Джордан И снова Кевин Джонсон Майкл Джордан Но есть Скотти Пиппен Есть Би-Джи Армстронг Со своей трешкой Но оттуда мажет Хорес Грант забрал подбор Какой важный, а? Генерал Грант Джордан Ну, что тут скажешь Плюс два в пользу Майкла и его быков 118-116 Снова Кевин Джонсон Чемберс пытается заслончики поставить Пытается открыться Джонсон понимает, что поздно Он уже отдавать туда передачу Отдал через Дэна Марли Марли один в один Против Скотти Пиппена Время идет Чарльза Баркли заиграли У Баркли сегодня плохо На самом деле А вот у Марли лучший Трешка из Даун-даун-даун-тауна Шестой трехочковый Шестой трехочковый У Дэна Марли И он сравнивается с рекордом Майкла Купера По количеству трехочковых В финалах Национальной баскетбольной ассоциации Хороший перехват Фелик Санс Улетают Баркли Уходит из Джордана Сверху Три очка в пользу Санс Причем Марли ведь еще и перехватил И после этого убежал Чарльз Баркли в быстрый отрыв Ну вот ты сказал что это лучшая игра Кевина Джонсона в этой серии безусловно Но это лучшая игра и Дэна Марли в этой серии абсолютно точно Любопытно да Грант, Джордан, Баркли, Джонсон на пяти фоллах висят Нам говорят о том что 61 минута самое большое количество времени которое один игрок сыграл в финалах национальной баскетбольной ассоциации насколько я понял и Кевин Джонсон стремится к этой цифре если он сыграет все время в овертайме то он как раз повторит это достижение Сложный браслет Пиккен придумал его накрывали и в итоге попал в ближнюю дужку Пап Бор забрал Дэнни Эндж Кевин Джонсон с мячом Я тебе говорю это полное впечатление что Джонсон вообще сегодня не отдыхал Кевин Джонсон в проходе Кевин Джонсон Били Кевина Джонсона внизу Все шестое персональное у Хорреса Гранта Это плохо менять то некем То есть нет люди есть на скамейке у Болс это понятно но Хорреса Гранта абсолютно никак не заменишь В этом плане глубина скамейки опять возвращаемся да Чему мы с чего мы начинали эту серию у Санс лучше У них взаимозаменяемые центры 13 очков 17 подборов да безусловно аплодисменты заслужил Хоррес Грант Смотри больших менять у Чикаго да если кто-то вылетает Ну некому Скотт Уильямс конечно может заменить белый картер это но по содержанию игры конечно не сравним Стейси Кинг так вообще не заметен в этой серии Ой 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 плохой пас от Стейси Кинга А вот и Стейси Кинг Кошмарно просто Стейси Кинг отдал передачу просто в руки Чарльзу Барки Полторы минуты играет Запасные большие Чикаго сегодня наассистировали по полной программе Жаль что только сопернику 123 на 118 плюс 5 в пользу Фениксанс Неужели они выиграют первую игру этого финала Причем выиграют в Чикаго Где Чикаго Боллс не проиграли 8 игр плей-офф подряд Джонсон на Чемберса Чемберс не атакует Передача на Дэна Марли Марли в проходе в краску Сам Марли Фалят на нем будет бить штрафные Ну это на самом деле ты знаешь и Баркли тоже перехитрил конечно Он же показал сейчас я убегаю туда уже защищаться да И тут же резко к Майклу отклонился и перехватил эту передачу и забил 2 очка Стейси Кинга конечно он провел просто как юноша Кинга убрали от греха Выпустили Трэнда Такера Больше всего как-то от Майкла пострадали Кливлинг Кэвалерс Чарльз Баркли набрал 56 очков в игре под номером 3 против Вориофф По-моему в этом плей-оффе все ничего не путают Нет там показали 94 и Майкл Марли точно исполняет Ну в общем в эти годы в любом случае в составе Феникс Майкл минута с небольшим Майкл бросает и забивает Майкл Джордан Последняя минута пошла Пять очков в пользу Фениксанса Они с мячом Кевин Джонсон понятное дело из-под 45 против Майкла Джордана Чемберс будет ставить заслончик Джонсон должен отдать на Чемберса Да и теперь должна быстро двигаться Это атака команды Фениксанс Что они в общем и делали И дальше Дениэнч пытался уже там разобраться с соперником Пройти под кольцо Сразу же фалит Такер против него В общем выпустили Такера чтобы он фалил Потому что подвисли на фалах И Пипин и Джордан Забивает Дениэнч первый штрафной Скорее всего забьет и второй Хорреса не хватает конечно сейчас Безусловно Джордан мажет трехочковый Но я думаю что это все 20 секунд до конца У Феникса солидное преимущество Дениэнч еще два забил Поэтому очень сложно представить Как-то по-другому Чтоб сложилась концовка этой встречи Да и Чикаго уже все прекрасно понимает Да Фениксанс выигрывает эту невероятную игру С тремя овертаймами И делает счет в серии 2-1 И вот решающий момент наверное Все равно это плохой пас Был по правое плечо у Стейси Кинга Кевин Джонсон и Баркли был в зоне Джордана Это ошибка Стейси Кинга Без всяких хитростей Баркли Которые могли бы его оправдать Андрей Шитков и Сергей Рогов Были с вами на этом сумасшедшем триллере Увидимся очень скоро на этой финальной серии Всем пока удачи Спасибо за внимание Всем пока следите за обновлениями нашей группы